С 20 по 26 июля в Казанском федеральном университете проходит приемная кампания. Более 40 тысяч студентов уже подали свои заявления. В этом году количество бюджетных мест в Институт физики КФУ увеличилось до 360. По букву вариату 259 бюджетных мест. На сегодняшний день на эти 259 мест подано 2240 заявлений. То есть конкурс с одной стороны достаточно высокий, но для абитуриентов я призываю не больно этого бояться. Магистратура у нас 101 бюджетное место, то полный набор у нас 360 бюджетных мест. В состав Института входит порядка 16 кафедр, связанных с направлением подготовки не только физикой и радиофизикой, но и с медицинской физикой, инноватикой, информационной безопасностью. Данное направление в этом году представлено как наступение бакалавриат, так и специалитет. И в том и другом направлении подготовки акцентируем свое внимание на аппаратных средствах. Поскольку мы физики, мы не программисты, естественно мы пишем программы, чтобы наши приборы работали. Но, естественно, мы специализируемся прежде всего на создании нового оборудования. У нас есть задачи, у нас много запатентованных новых идей, которые мы в этом направлении развиваем. Стоит отметить, что Институт физики КФУ активно участвует в крупных проектах не только как участник, но и организатор. Так, например, именно ученые Института физики КФУ принимали участие в разработке беспилотного КАМАЗа, который испытали впервые 8 мая на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. При участии Института физики Казанского университета происходит создание рентгеновской орбитальной обсерватории «Спектр рентген-гамма». Сейчас ученые, студенты и аспиранты КФУ занимаются подготовкой этого международного астрофизического проекта. Когда открывается на небе какой-нибудь рентгеновская история, вспыхивает сверхновое или что-то, то вот у Казанского университета есть полутораметровый телескоп в Турции. Главная наша задача сейчас – это то, что мы надеемся, что мы будем открывать миллионы новых источников рентгеновских, о которых никто не знает. Характерной чертой университетского физического образования является его широта и фундаментальность, позволяющая выпускнику института свободно и квалифицированно ориентироваться в любом из направлений. Это наши большие лаборатории, которые дают возможность студентам применить свои знания на практике. И это большой плюс для студентов как раз Института физики. Очень много талантливых преподавателей, с которыми приятно общаться не только на тему лекций или семинаров. Полностью погружались в процесс, и я написала за время учебы две статьи. Система высшего физического образования и научно-педагогические школы-институты получили мировое признание. Выпускники института легко находят в себе работу не только в нашей стране, но и в известных научных учреждениях других стран. 19 июля мы будем проводить еще один день открытых дверей. В 11 часов мы всех ждем на первом этаже Института физики. Мы вам ответим на ваши вопросы, покажем наши лаборатории, покажем наши возможности. И по каждому направлению подготовки руководители этого направления детально ответят на все ваши вопросы.